С нами защитник «Витязя» новичок Дмитрий Костромитин. Поздравляю, Дмитрий, два гола сегодня в матче с Новокузнецким металлургом. Это большой успех. Спасибо, спасибо. Как ощущали себя, какие эмоции испытали, что чувствовали, когда болельщики кричали вам «Дмитрий, даешь третью?» Да нет, такого я не чувствовал, конечно. И первая игра у меня была, чуть-чуть немножко нервничал поначалу. Команда новая, хотелось сыграть надежнее, и получилось, что забил. И команда выиграла, это очень хорошо. А так нам, это предиззонные игры, и нам надо показывать ту игру, которую мы хотим видеть, ну, которую хочет тренер видеть от команды в сезоне. Так постепенно, постепенно мы должны набирать эту игру. Вы ведь не ездили с командой в Ригу, и тренировались самостоятельно здесь, катались с русскими витями. Насколько я знаю, тяжело ли было вкатываться, ходить в виду? Ну, я как бы катался неделю, получается. Неделю я безо льда провел, вот как 10 дней команду взял, неделю безо льда, и 5 дней я катался, и у меня там тоже как бы побегал вроде. Но все равно тяжело-то было входить. Еще раз повторюсь, чуть-чуть волновался поначалу. Потом как бы вошел в игру, и в принципе нормально. Как ребята помогли, как бы, ну, рисунок игры, как команды, хороший, как бы, можно играть спокойно. Если так каждый будет начинать свой дебют с двух шайб, то я думаю, что у Витязи в этом году все будет прекрасно. Дай бог, что так было. Какие задачи ставите в этом сезоне и на ближайший месяц? Чтобы закрепиться в команде, и чтобы команда выигрывала как можно чаще. Приносила радость болельщикам, попадали в плей-офф. Впереди Кубок Мэра какие задачи будут ставить? Ну, что скажет тренер, то и будем делать. Я думаю, что будет коллектив. Главное, сколько это коллектив будет. Сегодня вы играли с Георгием Перниковым. Насколько понравилось вам за этим пониманием? Да, хорошо, как бы, хороший парень. Понравилось играть. Ну что ж, желаем вам действительно совершить Е3, как вам кричали сегодня болельщики. Когда вы выходите на большинство, уже теперь все знают, что это опасно. Спасибо. Будем стараться.